Процветающее государство Наше телевизионное путешествие по большой стране продолжается. И на этот раз мы исследуем Бокеевскую Орду. Из школьной программы многие знают, что Бокеевская Орда существовала с 1801 по 1876 года. Названо так в честь хана Бокея, находилась между реками Урал и Волга. Именно в эту местность перекочевали 5000 семей младшего жуза во главе с Бокейханом. Со временем после смерти основателя ханства власть сменилась его братом Шигаем. Ну а с 1812 года на трон зашел сын Бокейхана, Жангир. При нем Бокеевская Орда достигла рассвета. Эта сухая информация из учебника превратилась для нас в красочное и увлекательное приключение. Проникнуться история нужно там, где происходили вышеописанные события. Итак, место расположения – Западно-Казахстанская область, Бокеординский район, поселок Орда, почти на границе с Российской Федерацией. Мы находимся в Бокеевском историко-музейном комплексе. И в его составе музей истории Бокеевской Орды, расположенный в здании казначейства. Оружейная палата ханского дворца. Первая казахская типография. Здание народного образования. Всего в музее 13 объектов. Сегодня будем изучать двухвековую летопись края. Первое, с чего нужно начать нашу экскурсию – это здание казначейства. Старинная постройка хранит секреты позапрошлого века. Передвигаться по залам нужно только в бахилах. Никаких исключений. В междуречье Волги и Урала, на перепутье Европы и Азии, в 1801 году образовалось Бокеевское ханство, названное так по имени его основателя. Еще его называли Внутренней Ордой, так как ханство занимало внутренние земли Российской империи. В год образования Бокеевского ханства у хана Бокея родился сын – Жангир. Бокей быстро осознал, что его преемник должен быть просвещенным правителем, иначе его не признают русские хозяева. Так, после смерти Бокея в 1815 году ханский престол был передан его сыну – Жангиру, но управлял Внутренней Ордой его брат – султан Шигай из-за молодости Жангира. В 1823 году ханом Бокеевской Орды стал Жангир и правил до своей смерти – до 1845 года. Хан Жангир получил европейское образование – навыки административного управления ханством по российскому образцу. Перед нами экспонаты XIX века. Которые переносят посетителей музея во время правления ханов. Всевозможные документы, фотографии, предметы быта, оружие, музыкальные инструменты и даже хранилище для денег, несгораемый шкаф или сейф с мощной защитой от пожара и грабителей. История Орды продолжается историей XX века. Зал героям Отечественной войны, известных современников – все они – гордость западного Казахстана. Досконально изучив экспонаты, идем дальше. Следующий пункт – оружейная комната. С нее берет свое начало музейное дело в Казахстане. Среди примечательных явлений в культурной жизни Букеевского ханства особое место занимала так называемая оружейная комната. Это было подобие музея, в котором собраны в основном образцы оружия. Мысль об организации оружейной комнаты возникла у Жангирхана в ходе посещения Петербурга и осмотра музея в столице в 1827 году. После этой поездки он разослал письма своим родственникам с просьбой передать ему редкие вещи, в особенности оружие, представляющее семейно-династическую историю и ценность. Отец Жангира Букеевский хан, как старший в фамильной ветви, хранил у себя немало семейных реликвий и ценных подарков, которые составили основу оружейной комнаты в ханской ставке. Жангирхан был мудрым правителем и понимал, что защита народа стоит не только в воинском умении, но и в приобщении людей к знаниям. По указу хана построена первая казахская школа, к которой Жангирхан относился очень трепетно. Лично проводя уроки, принимая экзамены, он содержал школу до самой смерти. Всем известно, что в народе Жангирхана называют первым казахским просвещенным правителем, так как он прекрасно понимал значимость народного образования. Хан издал предписание, обязывающее правителей родов и старших крупных родовых отделений собирать средства на строительство мечетей с начальными школами в Медресе. Это нашло должное понимание у казахского населения. Жангир общался с выдающимися деятелями науки и культуры Евразии. Хана как образованного правителя высоко ценили энциклопедист Александр Гумбольд, ботаник Карл Клаус и химик Бергман. А вы знаете, когда открылась школа Жангирхана? Я знаю. В 1841 году, 6 декабря. Школьные парты 21 века, конечно же, отличаются от их предшественниц. Но ощущения мы испытали похожие. Школьники всех времен и народов, объединяйтесь! Попробовав на вкус 200-летний гранит науки, мы спешим дальше к зданию первой казахской типографии. Хан Урдасы называют в народе землей первопроходцев, поскольку именно здесь были открыты первая школа, первый банк и первая типография, где работал первый казахский фотограф Шангирей Букеев, внук Жангирхана. В этой же типографии стала печататься такая газета, как Хабар, которая выпускалась на двух языках. Ну а завершающей точкой нашего тура по музейному комплексу мы выбрали роскошный дворец самого Хана. Заглянули в святая святых, в покое Ханши Фатимы, третьей жены Жангирхана, которая осталась в истории как его верная соратница и спутница. Вот рабочий кабинет просвещенного Хана, которого называют казахским Петром Первым. На его столе до сих пор лежат научные труды, которыми он руководствовался при посадке своего знаменитого соснового бора. Мы прогулялись по коридорам дворца, украшенным красочными картинами, а в парадном зале среди изящной мебели и золоченых часов мы станцевали танец, как придворные дамы. Там же полюбовались нарядами Фатимы и узнали много интересных фактов из ханской жизни. В ханском дворце было всего 23 комнаты. Самыми основными считались центральные комнаты – кабинет Жангирхана, комната для приема гостей и покои Фатимы Ханым, где мы сейчас и находимся. Часть мебели в свое время Фатима заказала в Италии, у венецианских мастеров, но она изготавливалась по-особенному. Главной отличительной чертой является то, что мастера совмещали европейский стиль с азиатским. Некоторые предметы интерьера привезены из зарубежья, в том числе персидские ковры и французские столы-бюро. Одним из главных экспонатов, выставленных в комнате для приема гостей, являются часы. Они особенны тем, что представляют собой механические часы с боем, имитирующим предупреждающий звук через определенные промежутки времени. А также в них находились четыре глобуса, которые демонстрировали вращение Луны, Солнца, Земли и порядок расположения звезд. Все это сопровождалось мелодичными звуками органа. Ханскую ставку Бокеевской Орды ежегодно посещают тысячи туристов, как из нашей республики, так и из соседних стран. Это место притягивает людей, даже несмотря на значительную отдаленность и не самые лучшие дороги. В следующем выпуске нашей программы мы посетим мавзолей Жангира и его супруги. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok